ребята всем привет сегодня короче мне производитель и микроскоп не уже присылали прислали на обзор еще паельную станцию sugon t26 вот сейчас сделаем коротенький обзор на нее в принципе попробую заодно сравнить с gbc вот но тоже очень достойная станция для начинающих то есть бюджетное решение вот там многие тоже комменты спрашивали по поводу когда про gbc говорил вот то есть ну и заодно сейчас сравним с оригинальными жалами как она в разных режимах работы арбит погнали будет интересно так ребят короче поставляется на такой коробке она не буду заморачиваться коробка в принципе вот она щелкается вот вверх сняли так вот нас наша комплектация то есть тут какая-то предупреждал к что можно это вот руководство пользует ли я так понял ну да кратко руководство на английском есть на русском я потом отфоткаю в telegram там выложу руководство потом смотрите на сотами уже беси ну вообще кстати картридж выглядит как оригинальный жалоб же беси но это иголочка хотя и вот эти тоже они в принципе приходили вот в таких же этих лентах вот топорик самый ходовой жалоб 17 3 жала тоже вот на всякие эти вот это там что прошло контроль качества сама военностанта то есть у нас ее уже отправили со склада в россии тут еще переходник на розетке нам понадобится кабель уже нормально идет в комплекте потом у нас идет ручка 210 я так понял еще вот какие-то сменные жала заземляющий этот крокодил и собственно сама паяльная станция она я так понимаю трансформаторный поскольку весит прилично не знаю килограмм 2 на 3 весь и у нас получается то есть вот он т26 панель управления кнопки нажимается мягко целлюлозная губочка и там уже набита для очистки жал подставка как бы готова задней панели вот ручка для подключения ручки кнопка включения ну и под кабель питания заземляющий контакт в принципе вот вся комплектация так не отходя от кассы будем сейчас ее собирать и проверять вот соответственно подключаем источник питания пока вот сюда включили берем нашу ручку провода тоже мягенький силиконовый сад как и на оригинальной же без их и хотя да нет нам такие же так это вот вставляется у нас держатель для кабеля так понял она просто вставляется тут сделан такие зубчики то есть можно зафиксировать разное положение у меня в принципе вот на той вот так немного под наклоном стоят я привык наклона вот включаем ручку кабель наверно около метра длиной всего в принципе за глаза для всех задач разъем конечно разного gbc тут такие накручиваются подключим все зажим будет сравнить сразу потому что я работаю топориком основном на этих жал и будем делать сравнительно жал топорик маркировка часто сравню с оригинальным джебиси шумом ну во первых разные артикулы хотя это может быть это дата производства выглядят они очень похожи ну то есть смотреть верху это оригинальный жалу gbc как бы особо отличия нет но весов нету просто ну не знаю ощутимо вроде одинаково они очень легкие но мы его пока оставим тут жало и посмотрим ну вот про что я говорил кстати вот смотрите в джебиси шных ручках вот этот втулочка идет резиновая в китайских практически ни в одной станции она не идет не знаю чем это связано но вообще штука полезно наш пары всякие канифоли дыма они попадают потихоньку в разъем откладываются там вот все подключили принципе парень у нас готов к работе сейчас мы настроим немного другие ракурсы попробуем чем идея попаять так ребята обычно подготовка к работе надо вот сюда на эту губку налить немного воды она испаряется и периодически требуется делать перед работой чуть-чуть нальем боленчатки на фигачил так не по-детски вон ночи сольем с тряпочкой протру потом вот то есть это губ когда напитывается она становится вот такое распухает и и отожму лишнее много фиганул одной рукой неудобно все делать вот и паять мы будем блок вот я дает камри по м сороковке вот демосфет и полигончики попробуем попаять так ну чё ребят делаем первое включение включилась наша станция мы делаем ну давай тоже по умолчанию 350 градусов нажимаем 350 а тут уже выставлены пресета но она точно также можно например вот 320 градусов делаем и держим и держим все у нас запомнилось вот 350 320 ну так каждой кнопкой можно свои пресеты выставить ну давай 350 градусов и пробуем паяльник прям снимаем по видео засекайте все вот уже припой распаялся ну и на плату сейчас поближе все моментально также полигоны теплоемки появится то есть теплоемкость то есть ну вообще отлично так давайте попробуем сейчас какой-нибудь мосфет то есть ставим на подставочку и пошло остывание так сейчас я закреплю вверх он так стать зацените качество картинки купил силов телефон теперь буду него снимать это у меня xiaomi 13 про 512 гигабайт памяти то что на том стало не хватать места для записи видео вот кстати коврик тоже мне этот продавец прислал как бы в качестве подарка что на обзор станцию предоставил вот как раз вот второе рабочее место буду оборудовать пригодится наш так у меня уже там есть вот значит попробуем давайте мосфет какой-нибудь отпаять вот снимаем тоже буквально может чуть-чуть он подольше на пару секунд же без них и греется мы температурной стабилизации немного прыгать но опять же все это терпимым плюс-минус там 5 градусов это не смертельно ну вот же без их я пробовал на русский 245 вот я пытаюсь отпаять мосфет добавил тоже свинцового припоя но вот сейчас начало только шевелиться то есть сколько мы грели пропаяем вывода вот когда он уже затек приходит то все равно держится вот там такая капля под ним вот сейчас уже не держится ну в принципе вот можно отпаять мосфет ну давайте попробуем сейчас включу пока давайте сейчас для чистоте эксперимента я выключу мы сейчас проверим на оригинальном жаль как она себя ведет вот и жал соответственно когда мы чистим прибой застыл но чистенько очищается хорошо если что-то более сильно загрязнено вот туда в эту мочалку металлическую жал уже все щипает прислонили он снимаем их не ставим оригинально жало джи бисе вставили включаем разогревается она тоже очень быстро тоже хорошо поедет давайте попробуем тоже поедет ну тут несколько полигон побольше чем вот тот но не суть важно но тоже небольшой задержкой даже оригинальным жалом служил качественными в комплекте вот отпаяли еще один ключ жало до целлюлозную губку сырую все отлично ощущается рабочая поверхность всегда заложено и хорошее ну давайте еще для теста я сейчас попробую я сейчас попробую не оригинальное жало на оригинальной любви си военных станций пока поставим на подставку включаем сейчас посмотрим как она поведет себя на так а пока надо грузится вот тут еще смотрите ребят трудовец паялки пришла на обзор так пока у нас паяльник грузится смотри трудовец еще этой станции прислал как бы это бонусом на обзор вот такой наборчик инструмент на нем ничего не написано внутри вот такая штука про тулс называется но меня тут в принципе заинтересовало вот в этом наборе так куча стандартные биты разные там разного профиля ну не знаю как они по качествует надо юзать вот но у меня заинтересовал вот тут набор вот такой вот головочек от 2 с половиной 3 3 5 4 4 5 5 миллиметров такие маленькие гаечки крутить то есть мы вставляем об у нас как маленькие головочки такие на этих маленьких всяких болтов гаечек шестигрантов потом у нас что то что полезный в этом наборе быть по-любому вот как для автоприменения то есть что у нас тут идет линейка 15 сантиметровая стальная потом у нас идет вот такая пластиковая лопатка когда клуба чуть небольшой так полезно будет или на штуке кисточка канцелярский ножик вот такой под лезвие маленький 9 метровую ну и набор лопаток тоже полезно в нашем деле у меня уже нескольких штук таких полезного особенно вот это это всякие корпуса опыт разбирать вот а вот эта страна но это больше наверно кто занимается ремонтом мобильных телефонов тут три пинцета ну такого непосредственного качества вот но как бы на безрыбие рак рыбы в комплекте уже три пинцета есть вот эти вот лопатки это больше говорю разбирать всякие корпуса мобильников такая штука кармашки у нас кусочек такой ткани которую протирать экраны антистатический браслет и вот такие два медиатора пластиковых и присоска просто хранить этот вот открывать мобилу по сим-карту золотые ну вот этот существует практически вот эти пинцета не нужно будет ну еще в комплекте тоже такой вот есть шпателек типа утра разбирать корпуса там поддевать опять же все больше тем кто занимается ремонтом мобильник в моей работе это особо не требуется вот эту часть как бы вообще вообще такие слесарные приколюшки полезно в работе ссылки я все под видео оставлю на станцию на все эти вещи то есть у нас это видео спонсорское на обзор прислали то есть как бы я эти вещи не покупал продавец как бы безвозмездно предоставил на обзор вот и как бы я вам сравниваю то есть как бы чтобы у вас был выбор сравнить с оригиналом думайте сами туда дальше так ребят вот такой у нас получился обзорчик на паяльную станцию сугон т26 в принципе за свои деньги это очень офигенное решение вот конечно уступает немножко GBC но учит в разницу в их цене это все фигня но так что в принципе кто думает о приобретении паялки очень такой достойный вариант вот плюс многие сразу предвосвещая вопросы мне многие спрашивают а вот и квик там квик тоже офигенной паяльной станции единственное мне в ней значит не нравится мне не нравится то что у него в само тело картриджи наконечника который паяет она почти сантиметров с пальцем толщиной а тут она получается ну да поняли да я вам сейчас даже наглядно стоит чтобы понимали разницу вот картриджи наконечники квико и сугон или GBC хи то есть вот это само тело оно охраничивает доступ куда можно подлезть на плату то есть тут прям тоненькой можно там где-то очень аккуратно в разъеме там пролезть до подпаяться а вот с этим уже такой номер не пройдет ну поверхностно там вообще без вопросов поедет офигенным бесподобно но как бы вот когда поработаешь уже понимаешь это в этих мелочах так что вот как бы рекомендую паять ничем не хуже хотя квик уже она нам полноценно индукционная паяльная станция но как бы вот эта штука сильно ограничивает вот короче это у нас видео такое получилось обзорная то есть паяльную станцию мне прислали на обзор спонсорский контент но если кому-то было полезно можете в принципе там по ссылке все в описании будут где можно приобрести если у этого продавца можете там других смотреть если чем вот но появится в принципе годная так что как бы я рекомендую да также еще ребят мне этот продавец заслал еще одну штуку я скажу не он заслал вот такую вот штуку еще сделано это на нее надо прям сделать отдельно обзор я сделал это такой силиконовый коврик с подогревом до 120 градусов контроллера подогрева вот офигенный нижний подогрев и хочу попробовать в работе ну и сниму заодно обзор на нее но это уже на будет следующее видео потому что это так уже большое получилось ладно ребят надеюсь контент был полезен поставим лайк подписан канал ну и всем мир всем добра всем пока